добрый день уважаемые зрители добрый день уважаемые участники проекта с вами как всегда александр сударев и сегодня в студии дмитрий александрович длинув продолжаем рубрику ответа на ваши вопросы сегодня на повестке дня вопрос почему на сегодняшний день не существует двигателей со славянкой у которых пройдена сертификация давайте разбираться подробнее уважаемые коллеги партнеры поймали бежать никуда ничего не скажет хотя с другой стороны вот интересно выиграли мы великую отечественную войну если бы те годы были те же самые подходы постановки производства новых видов вооружения техники тогда сдается мне что до сих пор бы проходили сертификации документы и так далее и флаг бы возможно был иной да поэтому честь и хвала инженером работников рабочим всем тем кто создал все необходимое для победы я не работала что говорить если за три месяца появлялись шаровых так называемая новый самолет конструкции доводились думал то если взять педу и 3 бомбардировщик это и вы был 100 высотный истребитель но так как на против не появились высотные только в конце войны там реактивные немцы появились вот это уже другая система но тем не менее его быстро перепроектировали сделали бомбардировщик из него даже по-другому работало да понятно что в мирное время сейчас должны быть какие-то другие подходы понятно и что государство всегда заботится о качестве продукции чтобы у потребителя было качество был качественный безопасный продукт но порой забота это приблизительно напоминает так как маленький ребенок заботится живот до смерти за любит потому что он не понимает вреда который на вот уже видим но многократно видишь котенок или утенок уже этого ребенка и вниз уже все уже все лепенку недостаточно ему недостаточно он любит дашь очень чистый беззаветный будет за это любовью да поэтому когда вопрос прозвучал насчет сертификация грустно грустно было читать потому что большинство обыватели можем смысле слова практически не представляют себе что это только кажется что можем какой-то орган сертификационный отвести продукт и бедом выдадут все необходимые документы либо там откажут их выдачи и так далее но вопрос первый сертифицировать для чего для россии для евразии для китая для соединенных штатов для какой организации или для какого рынка тайваня тайланда юго-восточная азия на кого по каким критериям у них же у всех свои критерии вопрос первое вопрос второе кто будет сертифицировать найдите в россии сертификат найдете я думаю это будет непросто мы от горыныча сертифицировали мы нашли родом нашли потому что вот кто у нас занимается плазмами технологии вопрос после этого возникает следующий вопрос допустим нашли сертификат мы нашли мы должны представить все необходимое оплате ну допустим мы решили работать на евразии как вы думаете масштаб суммы пике за это надо заплатить я думаю что колоссальные колосса их надо где то есть ведь список требований я подозреваю что не менее 4 но теперь для что надо для сертификации между брежнев летит там самолете на форум вот и не все ну скучно там между собой говорили ну давай поспорим кого больше праздник это как ну за каждое это самое праздник чуба ну давай рождество новый год день независимости день конституции воевал же фронтовик рукава засучила русских засучил рукава как с ним подходит новый год бах день октябрьская революция бах где рыбака день моряка день металлург а потом ногами добивает получка вас получка вас 13 а теперь про сертификацию значит для того чтобы сертифицировать нам надо где-то померить параметры значит мы должны померять эти параметры в какой-то лаборатории где ну допустим за рубежом и эти зарубежные лаборатории они должны соответствовать требованиям которые предъявляются для того рынка на котором мы прям торговать ну допустим евросы либо надо иметь свои но для того чтобы производить двигатель нам надо иметь свои значит свои сколько стоит выбрать а свое нужно иметь это по требованиям вот требуем значит у тебя лаборатория должна быть оснащена таким оборудованием которое позволяет измерять нужным точностью качество погрешности то есть сколько даром лаборатория должна запитываться от источника энергии соответствующие требованиям опять вот тут рыве качество экрана 50-60 герц разница есть между 50 и 60 герц у нас 50 герц где-то 60 у нас 380 тогда в сети 110 вон вопрос который тоже чего-то стоит далее мы должны иметь аттестована персонал обучен мы должны там иметь метролога который должен плюс ко всему это лаборатория должна быть оборудована таким образом чтобы выполнять все требования плюс она должна быть аттестована и после этого аккредитован в рамках тут и так полагаю тоже есть некоторая разница между аттестации и аккредита аттестации это допустим поверка оборудование который подлежит поверки обученный персонал который сдал экзамены целый комплекс а вот для аккредитации несколько больше объем требований и вот теперь скажите пожалуйста те же евразы более-менее а вот и европа захочет у россии иметь такую лаборатору есть мнение что нет и америка да они так рады будут это же наши партнеры тоже не так будут радоваться если мы выведем свою продукцию на их рынок ой мама дорогая да тут там будут идти эти самые там эти фестивали это группы поддержки да там более такое проходить что это самое как этих бразилии карнавал иногда устроят вот там у них выборы по моему карнавал морды крах поэтому вот мы там и даром но мало того мы должны были представить программы и методики разработаны и под требования которые действуют в этом же рынке ну допустим для евразеевского свои там технические регламенты и так далее для россии свои и со там и так далее мы должны все эти программы и методики прописать и представить и мы должны весь комплекс нашего оборудования должен позволять выполнять эти измерения плюс ко всему мы должны представить туда технические условия потому что что мерить будут технических условиях это прописано плюс конструкторскую документацию должен быть предоставить оба с ним но дело тоже для сертификации мы должны представить производства сертификации то должна стоять автоматизированная линия которая будет уже вот они должны и плюс ко всему как принято помочь нечему менеджмент качества управление качеством папа папа по-русски дает ли соответственно кто что где как программы что где на каких этапах через какое время делается очень много вот это вся масса должна быть представлена да не то что двигатель придется теперь давайте что-то производство у нас есть нет до свидания в принципе на этом все даже можем не продолжить все потому что если ты сделал на коленках или там для единичного это не для серийного тебе для единичного скажу да мы конкретно этот двигатель сертифицирую следующий привезете за окна поэтому производство не сертифицирует но ради одного двигателя выводит такие колоссальные суммы поэтому когда задается вопрос а зачем это все строить а как вы думаете дальше продвигать вы что думаете просто так нет российского производства да не просто так потому что залюбили птенца до смерти и не всякий птенец выдержит эту диску ласку детскую любви просто вот поражаешься порой когда великолепные управленцы там государственного масштаба мужи такие как отфигачить что-нибудь такое что хоть стой хоть а потом начинают справлять вот недавно услышал жириновский гениальную мастер выдал чтобы молодежь на улицах не бегала надо публичные дома открыть и когда это услышал думаю да надо тебя назначить главным инспектором по качеству указываемых услуг делу пока нет инспекции надо создать тогда поставить он будет принимать не ну куда идти но у вас предлагаешь но не конечно же отвечали замечательную идею и ему разработку ну тогда я думаю после первой же инспекции больше такие вещи предлагать не будет надо это хорошо касается только это все же самое но он же где сидит в доме сидит а также таких сколько много много и вот там отменили там 10 тысяч госту и начали заменять на технический регламент ребят вы начали технический регламент и сделать а потом отменять либо как-то думаете вообще что вы делаете но и многие такие вопросы но мы же живем не в вакууме мы живем нормированном пространстве технически зарегулированном который вот так и никак по-другому она не организовано организовано вот так и как теперь дальше действовать вот поэтому мы вынуждены действовать вот так так как он действует если кто-то полагает что может по-другому как говорится покажи достаньте ваш аргумент это рожденный революции у вас есть мандат козырь наш мандат финку достают из широких штанин это луна поэтому не просто так россии ничего практически ничего зарядки мизер потому что это не массовое явление ничего не что это не массовый процесс но единичные прорываются случайным образом ну как говорится недорегулировали недорегулировали недосмотрели и все это государственная машина государственный аппарат почему потому что и не от зла он это дело не зла от большого ума заботу потребителя и так далее но залюбили дети залюбили птенца думайте в конце концов уже подросший человек он не будет птенца хватать вот а если что до специалистам в приют которые будут заниматься ну давайте приюты для новаторов создать не такие которые там опять-таки дети играются да когда ты не можешь поэтому я думаю что должен понимать что мы не дилетанты в этих вопросах и если мы что-то не сделали это не потому что мы не хотим это сделать мы хотим это делать и к этому стремимся но это не так просто как кажется если кто-то полагает что мы можем поехать где-то там отвезти двигателей так как у нас есть возможность некоторые продукты питания отвез там дали гостер р цепили а что там за гостом р это кроется потому что гост советский гост ну там пальма в масла мы не наблюдали а сейчас любой продукт посмотрите не не пойми мне понравилось тоже такая вещь у нас говорят что советское время была плановая экономика это очень плохо да у нас были планы календарные сетевые там это сейчас их нет дорожная карта ну карты нора я понимаю куфе дорожная карта это что это даже план только есть одна такая ремарка небольшая знаете вот я как автомобилист заядной постоянно пользуюсь дорожными картами яндекс навигатор но он постоянно глючит если бы бизнес-план бизнес это что дело это план дело как будешь реализовать плановая экономика твою дивизию вы чего рассказываете ребята давайте мы развеще своими именами назовем это точно станет ясно да также широк разве за красивыми названиями замаскировали то же самое что было но только есть такое подозрение что когда вещь называют своим именем она прозрачно понятно и легко осуществима но относительно то есть понимаешь чем работаешь а когда все скрывается и завалирована извращено тогда возникает необходимость разобраться в ситуации на это тратило ценное время просто тогда начал задавать вопросы на которые трудно дать ответ ну поэтому все это самое сейчас за красивыми фразами там за англанизмами американизмами заправить за прочими этими делами маскируют маскируют это же америка это же европа они тоже планируют принципе даже маска маска послушать да мы планируем запуск драган такого такого плана перенесены забыл это что это экспромт это вольный стиль мы там они же что же регулируют рынке регулируют и все остальное с помощью всяких механизмов планирую сколько там к каждому покушать попить проще не считаешь какого-то году аналитика выдает называется это аналитиками статистика аналитика что вот это будет там это там ну поэтому надо вот туда-сюда даже строительство военных баз они планируют свои действия на в дальнейшем по сути это тоже самое и чем они отличаются даже если живет по плану экономики или пытается выстрелить так как было но ведь плана нарушают амбиции и прошу сейчас там два маразматика памперсами мочились дам один другого вроде бы когда но хотя посредством этого дела потому что там честный если там еще не известно как это скажется поэтому ну и ведь опять же до событий с памперсами в самой стабильной экономике мира тоже были некоторые потрясения которые были раздуты по очень спорным так сказать темам и моросила мне кажется экономику очень сильно да и вопрос то что когда у них касается серьезных вопросов просто на все эти кладу с принципом и реализуют ну то точно так же как ну скажем вот ковид возник уже было госпитали быстрое разрешение получили здесь все и госпитали поставились а где же технические регламенты где разрешение вот строили а где заборы по 10 метров это вы в россии имеете в россии имею ввиду да у нас здесь когда надо тогда надо но если надо значит надо а значит что вот то что мы делаем не надо ну тогда послушайте президента что он говорит инвестиции привлекать надо надо двадцать первый год объявлен научной технологии науки и технологии да мы это делаем делаем рабочие места создаем создаем а вы нам предлагаете чего еще и средства привлекаем средства привлекаем в оборот запускаем при всем раскладе даже если там это реферальные ссылки но они же тратят рифоводы деньги которые по имели они тратят куда на развитие потребительского рынка рынка услуг там приобретения там все равно по-любому все это движуха вся дверь все движение приводится здесь внутри страны они вовне значит мы делаем все в соответствии с тем что государство интересное выгодно и всем людям выгодно она рогатка закрыть тут закрыть здесь негодяй здесь сволочи здесь пирамида да мы продираемся через все это и сертификаты будут пройдем построим лабораторию поставим он в апреле оборудование для изготовления двигателя придет и будем аттестовать будем сертифицировать производство все сертифицировать как бы там не было там со всеми этими делами с учетом того что многие поверили русскоязычное население поверила в те байки все дерево которое на нас вылили потому что хуже верится лучше у нас любят сплетни собирают а потом я же сказал подойди подъезду скажи там тогда на одной спереди рассматривали привет путана а вот твоя и понесли почему потому что вот это принимается это хайп это вот оно сейчас а вы слышали а вы это а глубоко вникать никто не ходил потому что сертификация вещь не такая простая не такая однозначная достаточно сложная и она возможна только в том случае если ты все это создал по это своего рода заградительный барьер чтобы ни одна инновация не проскочила не дай бог не дай бог инновация проскочит и реализуется а ведь многие почивают на лаврах они поимели заводы предприятия сидят в усне дуют деньги капают заводы амортизируются ночью им хорошо на их их ходят они эти деньги изымают и куда-то в другое место вкладывают но чтобы этого не было должно сформироваться новое которое будет подпирать снизу это не даст спокойно жить заставить двигаться поэтому мы движемся волоча на своих ногах тяжелейшие гири тормозят но мы в то же время представляем угрозу для тех которые сейчас пятого глобля почивают на лаврах все хорошо они полагают что это будет длиться до бесконечности нет мы сзади тихо подходим сертификации спасибо вопрос хорошие вопросы надеюсь до понятно объяснение спасибо продолжайте задавать свои вопросы в комментариях но мы продолжим на них отвечать до новых встреч до свидания